Всем привет дорогие друзья и мы продолжаем карьеру за Динамо Киев Случеску у руля и сегодня мы сыграем два последних матча в Лиге Чемпионов и наконец-таки узнаем сможет ли Динамо пробиться в 1-8 финала или нет. Перед началом ребят не забудьте конечно же подписаться на канал поставить лайк это очень важно для развития канала также пишите свои советы по поводу трансферов зимних потому что скоро уже будут зимние трансферы нам нужно будет усиление поэтому пишите какие-то свои возможно варианты буду читать возможно кого-то из ваших футболистов мы и купим. После Ивентуса ребята мы сыграли матч с Мариуполем и Карпатами в чемпионате Украины 4-1 с Мариуполем очень легкая победа хотя пропустили гол видим но там дальний удар был такое залетело в этом матче Буаке кстати два гола забил и Буяльский и Сидорчук то есть ну довольно таки рядовой матч для нас был а вот что касаемо Карпата это конечно погром и как всегда здесь Ловро Майер один из лидеров Дуалун тоже гол голевая придача плюс два гола также у Майера и гол плюс спасу Руссена Шапаренко поэтому здесь конечно погром по статистике я думаю вы видите что ну тут все нормально у нас было мы просто уничтожили соперника ну и давайте глянем уже таблицу нашего чемпионата где мы Шахтер тоже выиграл свои матчи в принципе давайте вот поближе посмотрим 38 очков у Шахтера у нас 37 у Зари 30 28 ну и дальше уже разрыв пошел то есть 4 команды как видим пока борются это Борска Заря то есть с нами я имею ввиду с Динамой Шахтером а что касаемо вот Бомбандиры кстати если интересно то лучший Бомбандир пока что где тут по голам вот 12 у Марлоса кстати Безбородько из Александрии Юрьева Кулка из Днепра 1-ка Валенко а потом только к Цыганков и Майер вот кто действительно классно проводит сезон наш новый трансфер можно сказать и сразу же вы можете увидеть как он действительно прогрессирует у него 6 голов 4 голевые передачи и оценка довольно таки приличная поэтому трансфер для нас удался ну и ребят главное это матч Славе вы можете увидеть что Славе не заработала ни одного очка больше более того они вообще забили только 2 гола по сути и понятное дело у них минус 13 это дно мы должны обыгрывать эту команду но главное что Ювентус и Бенфика сыграли в ничью 3-3 я не знаю что там происходило но они сыграли в ничью и это фигово для нас с одной стороны потому что если мы сейчас ну конечно же выиграем у Слави и у нас будет 8 то потом Ювентус скорее всего обыгрывает Славю 90% того что Славя проиграет Юве у Юве уже будет 12 а у нас ну не знаю если вдруг что-то не так с Бенфикой пойдет там нам нужно только победа потому что мы на 1 очко отстаем нас ничья не устраивает поэтому здесь нужно две победы со Славей и Бенфикой Бенфика конечно молодцы они два матча сыграли с Юве в ничью поэтому нужно догонять по составу ребята сейчас мы начнем матч со Славей и смотрим наш составчик кстати Миколенко вернулся но он еще не готов играть в таких матчах понятное дело возможно с Бенфикой он как раз сыграет но сегодня будет на замене и что касаемо остальных футболистов то беседен сегодня в нападении Вервич Майер-Цыганков Сидорчук Шепелев Пиварич слева потому что травмировался тут Виктор Луис поэтому Пиварич и Миколенко не готов Бурда Попов, Кензера и Денис Бойко здесь я думаю понятно наступательный настрой то есть я не менял ничего в схемах потому что я думаю что Славя ничем не лучше за наши команды чемпионата Украины поэтому мы должны обыгрывать этого соперника тем более дома ну и начинаем ну замотивируем чуть ребят и завершаем разговор начинаем сам матч за 20 минут как видим пока моментов не было но вот сейчас что-то возможно нарисовывается Бойко передача но теряем в центре поля мяч главное сейчас Славе не дать забить первой я думаю но сейчас Сидорчук хорошо врывается и можно забивать Сидорчук сам прошел очень редко такое бывает дриблинг Сидорчуга но сейчас проходит угловой здесь ничего опасного да у нас не будет вот сейчас Шепелев хорошо разыгрывает Скинзера и опять теряем но возвращаем опять же и Майер он может хорошую передачу отдать на Вербича который врывается в центр и хорош Беседин там вратарь ошибся 1-0 ребята мы ведем это главное что мы забили все-таки этот гол Майер здесь хорошая передача опять же на Вербича тот разобрался в штрафной отдал передачу на Беседина который нет здесь рекоршет и Беседин и вратарь непонятно что делал ну короче главное гол ребят для нас и хороший момент Цыганков врывается в штрафную забивать нужно было такие моменты первый тайм пока все нормально по статистике играем и в принципе победа пока у нас в руках я думаю она никуда не денется от Динамо Киев поэтому пока уверенно скажем что просто нельзя расслабляться ребята нельзя хорош Майер на отборе сейчас бежит он в штрафную зону будет сам бить пробивает опять очень легкий удар двойную замену сделали вышел Дуалунд и Буаке в нападение вместо вместо Лоуромайера и Беседина так что принимаем изменения счет очень шаткий нужно сейчас постараться чтобы забить второй хотя бы и сейчас хорош Попов врывается 2-0 ребята решаем вопрос опять Дуалунд классная какая передача с центра поля вы посмотрите что происходит и Попов красава здесь забил гол ну что 2-0 уверенно выпустил Миколенко на последние 15 минут чтобы он все-таки более уверенно играл Кензера хорошо прошел удар по воротам забили Вербич но офсайд по моему был так что не засчитывает этот гол и Цыганков может забить 3-0 ребят решаем вопрос в Лиге Чемпионов со Славией все отлично отличная атака видим передачи Дуалунда на Вербича тот прорывается в центр видит Цыганкова его забегание отличная передача и в ближний угол конечно вратарский 3-0 так что игра сделана ну что теперь нам осталось конечно матч с Бенфикой и нужно подготовиться здесь мы понятно обыграли можно сказать рядовой матч чемпионата Украины это точно что можно сравнить Цыганков лучший игрок матча сегодня он хорошо двигался и забил гол поэтому неплохо кстати ребят Шахтер уже квалифицировался в 1-8 Лиге Чемпионов и хоть где-то Шахтер обыграл Интер здесь видим Марлос Морярс 2-1 Интер теряет наверное шансы потому что Ман Сити скорее всего обыграет Шахтер мне кажется ну все может быть но Шахтер вот вышел и нам теперь нужно тоже как бы подтверждать свой уровень и выходить вместе с Шахтером в 1-8 и поднимать уровень чемпионата ну и отличная новость то что 2,7 миллионов капнуло нам на кошелек так сказать за победу над Славией ну а перед матчем с Бенфикой мы сыграем 3 игры в чемпионате это Заря Дисна Ворска очень серьезные игры я вам покажу уже результат чтобы не затягивать да обзор и потом уже посмотрим надеемся что Динамо обыграет и будет 3 победы ну что ребята отыграли мы 3 матча чемпионата перед игрой с Бенфикой и довольно таки легко 2-0 5-1 и 2-0 над Ворсклой то есть вот смотрим Зарей в принципе была самая тяжелая наверное игра здесь Фербич и Майер неплохо себя проявили вот видим по статистике в принципе Заря что-то там и делала но Дисну мы просто уничтожили здесь видно и кстати Цитаяшвили хитрики и центр поля Шапаренко очень классно сыграл и Дуэллунт хорошо в принципе находил зоны и передача у него отличная то есть футболисты у нас довольно таки хорошие и прогресс есть ну и что касаемо Ворсклой то здесь конечно команда была подуставшей но опять Майер один из лучших в матче был поэтому без вопросов это лучший наверное трансфер Киевска Динамо ну и еще пару моментов я хочу вам сказать посмотрите на интерес со стороны других клубов то есть Цыганко интересуется Эвертон это раз Сидорчиком интересуется Кристалл Пэлэс что касаемо Шапаренко здесь Саут Гемптон беседе находят Вестбромич Дарби то есть английские команды по сути и Кензеру Брайтон вся Англия хочет раскупить Динамо Киев в принципе мы ребята главную задачу выполнили мы засветили ребят в лиге чемпионов и сейчас можем на этом заработать так что я думаю главную задачу мы выполнили ну и чемпионат смотрим сейчас Шахтер выиграл тоже все свои матчи и мы идем нога в ногу буквально одно очко отставание от Шахтера ну и Заря с Ворсклой там тоже разрыв между остальными командами здесь то есть первая вторая третья четвертая уже видно кто за что борется ну что наступил день матча и в целом ребята нам будет тяжело потому что Бенфика в принципе в лиге чемпионов еще не проигрывала то есть два матча с Ювентусом показали они хорошо отыграли то есть ничьи две победы но все же нам нужно сегодня только победить так что будем стараться ну и соответственно давайте перейдем к самому основному это состав команды который будет на лигу чемпионов здесь без сюрпризов все как и оставалось на месте Миколенко еще не готов как видим на максимум играть поэтому Пиварич более готовый футболище Сидорчук Шепли в центр Цыганков Майер Вербич и Беседин ну и в обороне ничего не меняется а настрой поставил сбалансированный и в принципе игру мы показываем неплохую так что ребят нам нужно сейчас поднажать и обыграть эту Бенфику ну что схема Бенфики не меняется 4-4-2 наступательный настрой так что они конечно же будут нагнетать и два форварда это конечно опасность и главное чтобы Поповик Бурда сегодня скрали надежно и будем на это надеяться давайте в раздевалочку перейдем перед матчем и все таки скажем ребятам что нам нужно заработать место в раунде плей офф и выходите и побеждайте вот видим что команда в принципе замотивирована и начинай матч первые минуты пока спокойно но все же сейчас вот возможно будет момент у кого-то из нас или Бенфики или Динамо сейчас посмотрим пока Бенфика контролирует главное не дать все таки и сыграть им фланговым футболистам вот как сейчас Рафа неплох но мы обороняемся правый фланг сейчас свободный вот сейчас как как раз туда идет передача прострелы и что здесь момент у Бенфики чуть не забил длинном но обошлось а вот сейчас Караваев хорошо врывается в штрафную и Цыганков навесить нужно придача в центр удар Сидорчука хороший момент Ювентус уже забил там Роналду 1-0 пока уже и 3-0 а у нас опасный момент и блин нафиг это все Динамо пропускает Диаго Соуза забивает нам с навеса вот смотрим Гримальдо кто ошибся во первых Цыганков не ну Цыганков здесь хорошо пропустили мы навес ну и ошибся понятно кто это у нас Попов который не сыграл и проиграл борьбу просто проиграл борьбу нападающему Бенфики так ребят нужно что-то менять потому что проигрываем пока и по статистике и по всему Караваев видим не очень так хорошо играет и плохо мы как раз контролируем мяч на половине соперника то есть у нас не получается выходить из обороны в атаку и понятно я надеюсь увидеть другую команду в перерыве но нужно в принципе по тактике что-то поменять и попробовать возможно что-то другое сейчас у нас стоит здесь так возможно сбалансированно поиграть чуть даже вертикальных передач дать и входить в штрафную давайте будем туда входить меньше навеса и больше играть на коротке наверное там поставим такой же ну а здесь будем наверное использовать уже контрпрессинг потому что забивать нам нужно это точно какая ошибка сейчас в обороне и блин чуть не пропустили второй так сделал я две замены вышел Буяльский и Русин вместо беседины Сидорчука собственно говоря принимаем изменения вот сейчас возможно Цыганков создай моментик хорошо на Пиварича и тот должен простреливать штрафную хороший прострел ребята Русин вышел и забил ну что в принципе 1-1 пока еще 20 минут играть нам нужно забить еще один вот хороший атака как раз Цыганков классно увидел забегание Пиварича и прострел по низу видим да нижний прострел и удар Русина здесь ошибка конечно обороны но нам главное что мы забили Майер под конец устал и выпустила дуэл Лунда и в принципе замена сейчас работала видим с Русином и поэтому принимаем изменения и последние 20 минут конечно же надеемся еще на гол добавим сейчас ребятам чтобы больше креатива проявили на поле и концовочку забрали конечно с Бенфикой давайте уже досмотрим это так восьмидесятая минута нужно идти вперед ребята давайте вот Цыганков как раз навес удар какой момент сейчас мог быть у нас блин пока в принципе выровняли игру мы и должны в конце сейчас поднажать я думаю но Бенфика так и сейчас опасный момент у них хорош бойко пока ну блин очень опасно и давайте уже в атаку все в атаку просто и наверное ребята не проходим мы в Лигу чемпионов ребят 1-1 нам не хватило буквально чуть-чуть но в принципе возможно и в Лиге чемпионов нам пока делать нечего потому что состав далеко не под ЛЧ я имею ввиду не под 1-8 но мы надеялись потому что группа позволяла но вылет в Лигу Европы возможно будет к лучшему так что давайте подведем итоги ну и вот да мы заняли третье место и попадаем в Лигу Европы Динамо Киев выбыла из розыгрыша ЛЧ обидно но что поделать так получили 900 тысяч за ничью с Бенфикой собственно говоря ну и подведем итоги ребят Лиги чемпионов пока что в принципе нам не хватило одного очка из-за чего ну наверное из-за того что мы дома не выиграли у Бенфики я считаю это в принципе сказалось на команде сейчас мы могли бы быть выше за собственно Горой Бенфику но не сложилось ребят и в принципе в Лиге Европы я думаю у нас шансов больше нежели в ЛЧ но мы могли получить больше денег с выхода просто да в Лигу чемпионов но в Лиге Европы можем дальше зайти вот в чем вопрос и засветить опять же футболистов а там могли бы вылететь буквально сразу какой-то стоп команды здесь конечно две стороны медали но давайте в принципе посмотрим какие еще там группы интересные есть вот в этой Лиге чемпионов видим что Челси Боруссия выходит Реал Галатасарай вот Зенит последнее место Динамо занимает Динамо в Загреб так Валенсия видим Валенсия Бавария выходят Наполи вообще дно какой-то 2 очка только вообще никуда не выходят Ливерпуль Атлетику здесь прогнозируем и Шахтер с первого места ребят выходит блин ну конечно они молодцы ну состав у них получше конечно бразильцев сколько понятное дело и Мансити собственно говоря Интер выходит в ЛЕ где возможно с нами они будут там валяться так Зальцбург посмотрите Зальцбург выходит не Аякс с Барселоной Аталанта ПСЖ Тоттенхем не выходит интересная группа очень хорошая борьба здесь была ну и в принципе давайте посмотрим статистику игроков по голам Крещано Роналду 7 какой-то Бен Мухаммед но это наверное из квалификации еще да Бабандиры здесь остались но в принципе смотрим Мане Салах и Роналду одни из лучших и голевые передачи опять же здесь Мане и все остальные ну это квалификация не считаем а считаем вот это уже наверное Аякс и Салах опять же Ливерпуль и Ювентус наверное Роналду один из лучших на турнире наших футболистов наверное здесь и нигде и нет в основном да в основном все наших нет мы ничем в принципе в Лиге Чемпионов не запомнились да миру но в принципе вылетели в Лигу Европы ну что ребят вот такой путь Луческу в Лиге Чемпионов с Динамо Киев да задачу не выполнили выход в одном основном но все же я думаю мы достойно смотрелись на фоне других команд на фоне Ювентуса и будем бороться уже в ЛЕ смотрим сейчас лучший Бабандир пока что Цыганков 9 голов ассистент Вербич 6 голевых передач по точности передач Шепелев неплох и Цыганков Майер по количеству наград игрока матча одни из лучших и ну понятно число желтых здесь бурда центральный защитник но в принципе если смотреть оценку работы менеджера вот подводя итоги правления командой то довольный результат там с Динамо Киев ну Карпатами 6-0 видим довольный позитивной атмосферой в раздевалке то есть Луческу смог настроить раздевалочку ну и довольный результатом матча в котором мы выиграли вернее сыграли в ничью 1-1 с Бенфикой но не довольны тем что проиграли собственно говоря борьбу за Лигу Чемпионов но если вам такая карьера зашла ребят то в следующем выпуске мы посмотрим нашего соперника в Лиге Европы и будут трансферы ребят так что обязательно пишите свои варианты и ставьте лайк подписывайтесь на канал это очень важно для развития ну и до новых встреч и и и Продолжение следует...